Не секрет, что массовый отъезд врачей и медсестер из Эстонии в поисках лучших условий и более высокой заработной платы – одна из основных проблем нашей страны. И государство, чтобы заинтересовать иностранных специалистов, решило ввести послабление для них при приеме на работу. Было обсуждение предложения отменить минимальные требования к квалификации и позволить замещать недостатка профессиональной выучки прежним опытом работы. Как отмечают в Союзе врачи Эстонии, особенно их взауновал пункт, где указано, что если диплом специалиста получен менее пяти лет назад, то не нужно и опыта работы. Я уверен в том, что система и все в Эстонии выиграли, если у нас есть возможность сюда прийти работать иностранным врачам. Но если они сюда придут работать, мы должны быть уверены, что их квалификация была бы высоким уровнем, и их можно сравнивать с нашей системой. А если мы говорим о глобальном мире, тогда мы знаем, что никогда все врачи, кто здесь учатся, будут работать в Эстонии. Согласно законам ЕС и Эстонии, врачей из третьих стран можно допускать к работе в случае их соответствия минимальным требованиям. Специалисты должны обладать образованием, соответствующим программе и продолжительностью обучения в эстонской резидентуре и минимум тремя годами трудового стажа. По мнению представителей Союза врачей Эстонии, замещение профессионального обучения опытом работы противоречит европейскому законодательству. Правда, наибольший интерес к работе у нас проявляют врачи из России и Украины, готовые учить госязык и подтверждать свою квалификацию согласно европейским, а значит, эстонским требованиям. Но различия все же есть и в первую очередь в системе обучения и прохождения практики. После шести годовой учебы должен проходить резидентуру, иначе он не может работать специалистом, узким специалистом. В странах вне Евросоюза, скажем так, врач, то есть студент, после того, как он окончит университет, он проходит интернатуру и получает специальность. И вот эта подготовка не совпадает со временем нашей подготовки, и, конечно, есть разница. Помимо этого, в Союзе считают, что данные послабления для зарубежных медиков ставят местных молодых врачей в невыгодное положение, поскольку для получения специальности они должны проработать в резидентуре от 3 до 5 лет. Союз врачей отмечает, что единственным способом проверки квалификации останется контроль теоретических знаний. Конечно, при определенных условиях тест можно будет пройти не только на эстонском. Правда, это создает дополнительную нагрузку на медицинский факультет Тартуского университета, который не будет оплачиваться, поскольку для каждого ходатайствующего придется составлять индивидуальный тест на профпригодность, посетовали в организации. Словом, с одной стороны, мы говорим о нехватке квалифицированных специалистов, а на предложение государства заполнить недостаток врачей за счет приезда работников из-за рубежа высококвалифицированных снова нет единогласной позиции.